С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем. Чиновники в ожидании сокращения в администрации региона решено оптимизировать штатную численность органов государственной исполнительной власти и их подведомственных организаций. Запертый на замок запасный выход и несоответствующие требованиям знаки. В здании детской игровой комнаты, где недавно произошло задымление, выявили нарушение противопожарной безопасности. Тяжелая утрата. Ушел из жизни человек-легенда, массовик-физкультурник, активист и спортсмен Борис Бородкин. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. За последние сутки в Ненецком округе выявили один новый случай заболевания COVID-19 у жителя Нарьенмара. Один человек выздоровел. Таким образом, на сегодняшний день лечение от коронавируса получают 111 пациентов. Из них в стационаре 18. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация наблюдается в некоторых образовательных учреждениях округа в связи с сезонными заболеваниями ОРВИ и ОРЗ. 20-процентный эпид-порог превышен в детских садах в поселках Риверы Красное. Они закрыты на карантин, как и несколько групп дошкольников в городских детских садах Умка и Ромашка. На оперативном штабе на прошлой неделе было принято решение о временной приостановке работы бассейнов в дошкольных учреждениях Нарьенмара в целях профилактики сезонной заболеваемости. Но не все родители одобрили это решение. Об этом в том числе шла речь на оперативном совещании главы региона. Мы приняли решение по ограничению работы бассейнов и от жителей пошла обратная связь в социальных сетях, что мы тем самым, используя в качестве повода ковидную ситуацию и распространение вирусных заболеваний ОРВИ, закрываем бассейны как по сути один из элементов закаливания детей. Вот здесь тоже, если можно, проясните. Если это действительно так, то как бы не совсем логично. Как пояснила заместитель губернатора профильного направления Наталья Сидорова, решение о закрытии бассейна в детских учреждениях было согласовано с управлением Роспотребнадзора. Это решение также позволяет снизить нагрузку на медицинский персонал, которая в последнее время увеличилась в связи с сезонными заболеваниями ОРВИ. А как известно, купание в бассейне в дошкольных учреждениях без медицинского сопровождения невозможно. Но родители должны об этом быть проинформированы. Должны родители это понимать. Поэтому проведите, пожалуйста, работу разъяснительную. И если будет настоятельное требование открывать от родителей, для того, чтобы там закаливать детей, ну тогда мы будем адекватно действовать. Юрий Васильевич принимается. Сейчас до заведующих информацию, поручение доведем, отработаем со всеми родителями в тех садах, где есть бассейн. На оперативном совещании губернатора обсудили и новую систему оплаты надбавок медицинским работникам, задействованным в лечении больных коронавирусной инфекцией. Знаю, что в этом месяце мы последний раз сделали начисление по прежней системе. Теперь все будет идти через фонд социального страхования. Нам очень важно, чтобы медики при изменении системы оплаты не потеряли, чтобы сохранились все коэффициенты, которые были ранее. Мы понимаем, что медики сейчас работают в особом режиме и оплата их труда должна быть достойной. Как пояснил Сергей Сверидов, руководитель профильного департамента, медицинские работники получат надбавки за работу с ковидными пациентами в полном объеме. Только теперь эти средства будут переводиться через фонд социального страхования. В медицинских организациях уже установлены программные продукты, через которые будет передаваться вся информация, реестры в фонд социального страхования от медицинских организаций. И, соответственно, эти выплаты будут в медики, в фонд социального страхования будут произведены начисления и перечислены на карточке медицинским работникам. На федеральном уровне также решен вопрос о дополнительной оплате летному составу Нарьинмарского авиапредприятия, который выполняет санрейсы по доставке больных COVID-19 в стационар Неницкой окружной больницы. Получать средства из фонда социального страхования пилоты будут уже за ноябрь. Конечно, потребовалось достаточно много времени, чтобы убедить правительство и всех, кто был причастен к этому постановлению, чтобы убедить в том, что у нас фактически пилоты работают как водители скорой помощи. И они вправе получать такую же надбавку, как водители скорой помощи. Ну, к сожалению, в таких условиях работаем мы, еще, может быть, несколько субъектов. И то, что справедливость восторжествовала, и мы смогли все-таки фактически продавить это восстановление. Поэтому, ну, большое достижение. Поздравляю и вас, и поздравляю пилотов, летчиков, что социальная справедливость восторжествовала. В настоящее время в округе амбулаторное лечение от коронавирусной инфекции на дому по месту жительства получают 93 человека. Оперативную помощь амбулаторным больным с этой недели будет оказывать специальная медицинская бригада. Выделить такую бригаду стало возможным после начала работы горячей линии по ковиду, что снизило нагрузку на медиков скорой помощи. Специалисты будут посещать амбулаторных больных на дому регулярно. Чтобы потом эти амбулаторные больные не попадали к нам в окружную больницу, имеет смысл держать такую бригаду, которая будет выезжать и прямо на дому при необходимости ставить капельницы и более интенсивно проводить лечение амбулаторное. Мы по-прежнему готовы обеспечивать врачей транспортом из гаража администрации. То есть от вас формируется запрос, сколько нужно транспорта и необходимое количество транспорта будем выделять ежедневно. Более того, принято решение о выделении Ненецкой окружной больницы финансовых средств на приобретение машины скорой помощи класса А для доставки в стационар больных из аэропорта, доставленных в Наринмар рейсами санавиации. Екатерина Дементьева, Антон Гудряков, Телеканал Север. Депутаты окружного парламента рассмотрели 23 вопроса повестки предстоящей 31-й сессии. В первом чтении планируется утвердить проекты бюджетов Ненецкого округа и Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. Ольга Русул расскажет подробнее. Основные вопросы 31-й сессии окружного собрания депутатов коснутся принятия в первом чтении главного финансового документа региона. Татьяна Лагвиненко, руководитель Департамента экономики и финансов, доложила. Общий объем доходов окружного бюджета на 2021 год спрогнозирован в сумме 20 миллиардов 960 миллионов рублей. Объем расходов 22 миллиарда 350 миллионов рублей. Основным источником финансирования дефицита является привлечение кредитов в 2021 году на сумму 2,7 миллиарда рублей. Депутаты обратили внимание, что расходы окружной казны отражены не в полном объеме. На полугодие у нас средств хватает. То, что дали рекомендации по секвестированию ряда статей, то они принимаются администрацией. Мы сейчас распределим, конечно, в первую очередь на те расходы, которые у нас недофинансированы, чтобы, по крайней мере, увеличить срок финансирования этих коммунальных и других платежей. Никто не отказывается от того, чтобы выполнить рекомендации. Депутат Наталья Кордакова напомнила, что у вынесения этого законопроекта на сессию предшествовали депутатские общественные слушания. Было проведено 9 заседаний профильных комиссий. На депутатских слушаниях приняты рекомендации. Первое. Принять проект закона округа номер 211 ПР об окружном бюджете на 21 план и период 2023 года с учетом представленных основных параметров окружного бюджета в первом чтении. В числе законопроектов оптимизация расходов на органы государственной власти. Администрации Ненецкого автономного округа рекомендовано уменьшить бюджетное сигнование на 2021 год на содержание органов государственной власти округа. В частности предлагается продлить действия на следующий 2021 год. Первое. Установление понижающего коэффициент 0,8 к денежному содержанию лиц, замещающих госдолжность Ненецкого автономного округа. И второе. Не увеличение расходов окружного бюджета на 2021 год на содержание органов госвласти округа в части фонда оплаты труда государственных гражданских случаев Ненецкого автономного округа. В числе других вопросов поправки в окружные законы о предоставлении жилья по договорам соцнайма о бюджете региона на 2020 год, об особенностях налогообложения при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения, наградах и почетных званиях. Прямую трансляцию 31-й сессии собрания депутатов Ненецкого автономного округа 28-го созыва можно посмотреть на официальном сайте окружного парламента и на телеканале «Север» 25 ноября в 10 часов утра. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». В целях сокращения финансовой нагрузки на окружной бюджет в 2021 году в администрации округа принято решение провести оптимизацию штатной численности органов государственной исполнительной власти и их подведомственных организаций. Соответствующее поручение на еженедельном оперативном совещании с руководителями органов власти Ненецкого округа дал глава региона. Если объективно посмотреть, то у нас некоторые учреждения и некоторые отделы выполняют либо дублирующие функции, либо штаты там подраздуты. И в этой связи я отдаю поручение всем руководителям департаментом и профильным заместителям проанализировать штатную, организационно-штатную структуру всех подведомственных учреждений и отделов управления департаментом. Проанализировать и в срок до 1 февраля представить свои предложения по оптимизации структуры. Предложения по оптимизации численности штата органов государственной власти должны предоставить до 1 февраля следующего года. В здании детской игровой комнаты, где недавно произошло задымление, выявили нарушение противопожарной безопасности. По инициативе прокуратуры Ненецкого округа сотрудники регионального госпожнадзора МЧС России провели внеплановую проверку развлекательного комплекса. Алина Вучейская расскажет подробнее. Пронзительный звук пожарной сигнализации как свидетельство того, что оборудование работает исправно. Владелец детской комнаты Денис Егоров сегодня принимает необычных гостей. К предпринимателю наведались представители госпожнадзора. Внеплановая проверка нагрянула по инициативе прокуратуры Ненецкого округа. Причина – инцидент, который произошел на прошлых выходных. В игровой комнате тогда находилось 20 детей и несколько взрослых. Произошло небольшое задымление. И первое, что почувствовалось, это запах. Запах почувствовал администратор, запахи почувствовали и родители. Они все об этом сказали. Открыли окно для проветривания. Было вызвано МЧС. И также было выключено электричество. Интушитель был порошковый, поэтому все было задымлено. Из-за чего, на первый взгляд, могло показаться, что это все дым от именно выключателя. Со слов владельца игровой комнаты, по прибытии сотрудники МЧС убедились, что открытое горение отсутствует и незамедлительно приступили к эвакуации посетителей. Обошлось без пострадавших. А сегодня в ходе проверки в здании выявлены нарушения. Запасный выход заперт на ключ. Таблички с указанием средств пожаротушения не люминесцентные, хотя в требованиях прописано обратное. Любое нарушение, даже у нас нет незначительных нарушений, оно может привести к угрозе жизни здоровенных и лишних детей. Поэтому индивидуальному предпринимателю будет указано о нарушениях. Конечно же, будет составлен административный протокол. Но я думаю, что в кратчайшие сроки все будет устранено. Помимо того, что выявлено нарушение, хочется отметить положительные стороны. Детская комната РИО оборудована автоматическим устройством пожарной сигнализации, полностью оборудована первичными средствами пожаротушения, огнетушителем, которые исправны, находятся в рабочем состоянии. Стоит отметить, что внутренние проверки пожарной безопасности должны пройти во всех объектах с массовым пребыванием детей. Такое распоряжение дал глава региона Юрий Бездудный. Таким образом, в адрес государственных и коммерческих организаций будут направлены обращения о необходимости проведения дополнительных обследований состояния электропроводки, проверок первичных средств пожарной безопасности, которые должны присутствовать на каждом объекте. Алина Волчейская, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Как минимум три хорошие новости для пассажиров озвучили в Департаменте строительства, транспорта и энергетики Ненецкого округа. Одна из них для жителей поселка Каратайка. В новом расписании Нарьинмарского авиапредприятия в 2021 году появится отдельный авиарейс в Каратайку и обратно. Он будет выполняться по понедельникам. Надежда на регулярное транспортное сообщение с Нарьинмаром появилась и у жителей деревни Щелино. Во время публичных слушаний по бюджету округа на 2021 год и плановый период от жителей Щелино поступило обращение. Они выразили свое несогласие с отменой рейса на воздушной подушке в летний сезон 2021 года по маршруту Нарьинмар-Щелино-Коткино. Он был отменен в связи с низким пассажиропотоком. Жители деревни попросили не только вернуть рейс, но и изменить маршрут, исключив из него Коткино, а также увеличить его частоту. Профильное ведомство обратилось в адрес Северной транспортной компании с предложением при формировании расписания движения судов в 2021 году предусмотреть круглогодичный раз в неделю. Рейс из Нарьинмара в Щелино в рамках выполнения рейса в село Великовисочное. Как сообщили в Северной транспортной компании, в настоящее время запланировано выполнение двух рейсов в месяц. Есть новости для жителей поселка Искатели. Здесь в 2021 году появится новый автобусный маршрут. После устранения замечаний подрядчикам подписаны документы на ввод в эксплуатацию участка дороги монтажников Угольная Юбилейная. Это позволит организовать новый маршрут общественного транспорта Искателей Вилледж. Специалисты уже обследовали будущий маршрут, определили места для остановок и размещения автобусных павильонов. И теперь печальная новость. 22 ноября в возрасте 88 лет не стало Бориса Бородкина. Нарьинмарь его знает едва ли не каждый житель. Человек-легенда, почетный гражданин города и Ненецкого округа. Он был отличником спорта и внес огромный вклад в развитие физкультуры и здорового образа жизни в регионе. Всю жизнь в движении и в центре всех спортивных событий. Борис Бородкин много сил вложил в развитие массового физкультурного движения в Ненецком округе. Под его началом в Нарьинмаре открылись детско-юношеский центр «Лидер» и спортшкола «Труд». Для нас, ребят, которые занимаются хоккеем и для большого количества молодежи, он был наставником, который показывал своим примером, как нужно относиться к жизни, к людям, к спорту и быть скромными, не притязательными в принципе. Мы все занимались в Ледовом, на катке в новом поселке. Он всегда нас принимал с открытой душой, всегда находил слова, чтобы нас мотивировать к занятиям спортом. В сложные времена 90-х годов он просто сохранил нас в хоккее, потому что обеспечивал непрерывную деятельность площадки на лесозаводе. Капитан лесозаводского буксира, заведующий клубом, учитель физкультуры, инструктор окружного спорткомитета. Общий трудовой стаж Бориса Бородкина – 60 лет. Четыре года был депутатом окружного парламента, участвовал в создании проекта и возведении памятника труженикам Печорского лесозавода. Он и на пенсии оставался сторонником массового спорта и также активно занимался общественной деятельностью. Большую часть он своей жизни посвятил развитию физической культуры и спорта, продвижению интересов, чтобы люди занимались физической культурой и спортом. Поэтому, сколько я этого человека знал, то есть это все вопросы, даже и мои с ним беседы всегда переходили в русло, касаемо развития и как занимается молодежь, насколько она готова, как это у нас все развивается в округе. Поэтому с ним было всегда интересно общаться, поэтому человек очень много знал про эту островлю. И еще повторюсь, что он являлся, так скажем, основоположником. Борис Бородкин был награжден знаком «Отличник народного просвещения Российской Федерации», медалью «Ветеран труда», знаками «Ветеран спорта РСФСР», «Отличник физической культуры и спорта», памятной медалью «Патриот России», а также званием «Почетный гражданин города Нарьенмара» и Ненецкого автономного округа. Всегда мы будем вспоминать энергичным, всегда в хорошем настроении, всегда улыбчивым и человеком, который дает заряд тебе, мотивацию продолжать развиваться во всех направлениях и получать удовольствие от жизни. Прощание с Борисом Бородкиным пройдет в городском морге в четверг 26 ноября с 12 до 13 часов. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова